Служба спасения Якутии продолжает разработку и внедрение новейших технологий спасения как в собственную деятельность, так и в быт якутян. Прикладная наука от якутских спасателей в сюжете Сергея Алексеева. Она будет чуть пошире, то есть побольше уголов взять с этой стороны и в середине герметичный разъемчик сделать. Японские привода и отечественный алюминий. Эта механизированная рука должна стать видеоглазами нового подводного шныкохода. Автономный разведывательный аппарат заменит живого водолаза в опасной среде. Можно запустить аппарат и для мониторинга его использовать. То есть замена, грубо говоря, живого человека в плане разведки именно. Опять же, допустим, вот мы нашли, все, запустили водолаза, когда, допустим, появилась возможность, то есть мы все оследовали, мы убедились, что там безопасно, что можно, и тогда спускается сам человек, водолаз. То есть опять же, это плюс. Эти и другие технологии разрабатывают сами спасатели. Исследования, испытания якутян знают и ценят по всему миру. Некоторые разработки используют не только спасатели. К примеру, плавающие охотничьи костюмы, испытанные внедренной службой, уже спасли немало жизней. Спасла жизнь двух людей. И так как население там, ну, сельское, там своим местным радио эта новость распространилась, люди ехали ночью на Буране и провалились. Утанул снегоход, а люди смогли не только выйти из воды, но, несмотря на низкую температуру, 15 километров прошли до избушки. Как все разработки идут буквально в рамках одного кабинета – мастерской отдела перспективного развития. И как сетуют спасатели, множество технологий остаются вне поля зрения. Сейчас науке в деле спасения необходимо развитие. Более системно, целенаправленно этим заниматься и создать структуру, специально которая занималась бы таким анализом и разработкой технологий, полезной для экстремального климата. Внедрение подобных разработок не только улучшит безопасность людей, но и повысит комфортность проживания на севере. Уверены в службе спасения Якутии. Сергей Алексеев, Афанасий Николаев, НВК Саха, Якутск.